Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю разговорный ролик, после которого вы вполне себе сможете узнать как можно больше новой информации обо мне, а также роликов подобного плана давно не было на моем канале. Как думаете, что это? Да, это вопрос-ответ. И мне очень нужна ваша помощь с тем, чтобы вы мне помогли придумать название этой рубрики, не просто банальный вопрос-ответ, а чтобы видео, в которых я отвечаю на вопросы, как-то по-особенному назывались, если у вас есть какие-то идеи, то обязательно напишите в комментариях, потому что мне действительно ничего в голову не приходит. Кстати, нужно уже постепенно готовиться к Новому году, именно поэтому на задний план я начинаю постепенно ставить всякие новогодние игрушечки. Это, например, Санта Клаус, и он очень круто выглядит, когда стоит на заднем плане. А вот это, например, новогодняя статуэтка. Очень необычно выглядит тоже на заднем плане. Скоро все то, что будет находиться сзади, будет полностью украшено по-новогоднему. Об этом я, кстати, чуть-чуть попозже тоже с вами поговорю. А еще, мои дорогие, в этом ролике я спрятала для вас три эмоджи. Если вы досмотрите это видео до конца, то ваша цель — найти эти эмоджи и отправить мне в директ в Инстаграме. Победители получают сигны, видеоприветы, я подписываюсь на ваши аккаунты и многое-многое другое. Поэтому спеши, ищи эмоджи, а я вам желаю приятного просмотра. Это видео — вопрос-ответ. Мы можем начинать. Я выложила вот такую вот прекраснейшую историю к себе в Инстаграм, где попросила задавать вопросики, потому что на моем канале таких видео очень давно не было. На что вы начали писать как и банальные, так и веселые, так и интересные вопросы, и я отобрала самые-самые нужные и интересные. Начнем, пожалуй, с самого первого вопроса. Карина, ты когда-нибудь воровала? Да, у меня были подобные ситуации, я воровала, но это было прям давным-давно и в детстве. Например, из магазина как-нибудь украсть киндер-сюрприз, потому что мама мне не разрешала есть сладкое. И когда я с ней ходила в какой-нибудь продуктовый магазин, она отходила от меня где-то метров так на пять, я просто заворачивалась за какой-то маленький прилавочек, клала себе в карман какую-то конфетку или шоколадку, и спокойненько, так как ни в чем не бывало, мы потом шли домой. Я ее в комнате съедала, пока мама не видит. Это я прекрасно помню, и действительно, такие моменты, они никогда из моей жизни не пропадут так, чтобы я о них забыла. Это реальные воспоминания, и у меня появляется улыбка на лице, когда я вспоминаю о том, что я тырила из магазина в какие-то конфетки. Хоть это и не очень хорошо, да, воровать плохо, но это было в детстве, блин, и я тогда не знала, насколько сильно плохо воровать. Следующий вопрос. Какие исполнители в музыке тебе нравятся? Обожаю Трэвис Скотта, также Оса Пороки и русских исполнителей Рауф и Файк. Если вам интересно послушать те песни, которые я слушаю постоянно, то я, в принципе, могу снять об этом отдельный ролик. Если вы хотите, то можете написать об этом ниже в комментариях, и я сниму подобное видео. Хотела бы себе сделать пирсинг. Если да, то какой? У меня есть пирсинг ушей, но, к сожалению, сережки я не ношу после того момента, как поняла, что у меня аллергия на чистое золото и на бижутерию. Если я сейчас, например, надену себе на уши какие-то золотые сережки, то дня через два у меня там все то ли загноится, то ли через час после носки данных сережек все начнет очень чесаться, у меня покраснеют уши, и чуть ли не поднимется температура. То есть я начинаю себя очень плохо чувствовать. Раньше я обожала носить сережки, и сейчас, когда я их надеваю чисто по приколу, например, серебряные, на которых у меня нет аллергии, мне как-то некомфортно с ними. Это, естественно, дело привычки, но в последнее время почему-то сережки я не ношу. Мне кажется, что это не мое, и тем более у меня все время распущенные волосы, и все равно, даже если я буду носить сережки, их у меня никто не увидит. Потому что что? Правильно, волосы я собираю очень-очень-очень редко. Чисто даже если посмотреть вот так, то мне совершенно не нравятся мои уши. Ребят, как бы это странно ни прозвучало, но думаю, что многие обращают на это внимание, что я постоянно хожу с распущенными или завитыми волосами, но в любом случае они распущенные. Я ненавижу видеть себя с хвостиком или с косичками, хотя иногда я их, кстати, заплетаю. И отвечу на один вопрос, которых у меня просто куча в комментариях. Какие у тебя комплексы? У меня один единственный комплекс, и это мои уши. Ребят, я не понимаю, что со мной не так. Я понимаю, что после этого ролика будет куча комментариев со словами, Карина, у тебя прекрасные уши, ты чего, ты совсем? А я не знаю, ребят, мне как-то непривычно, мне не нравится. Вот так вот мои собранные волосы и как я, в принципе, выгляжу вот этими прекраснейшими ушами, хоть они у меня и небольшие. Давайте, ладно, опустим эту тему. В общем, я не люблю ходить с собранными волосами. Следующий вопрос. Я жду Нового года из-за новогоднего стола и конфет. А ты? Вообще, новогодний праздник для меня это праздник семейный, и Новый год, я думаю, каждый человек должен отмечать семьей. А после уже наступления 12 часов можно спокойно идти гулять со своими друзьями. Напишите ниже в комментариях, появилось ли у вас новогоднее настроение. Лично у меня да. И вы не представляете, впервые в жизни у меня появилось новогоднее настроение в ноябре. Раньше оно мне появлялось так числа 15 декабря, 20, 25. А сейчас я хожу с такой радостью внутри меня, с переполнением эмоций. Я понимаю, что скоро Новый год, и мне очень нравится этот праздник больше, чем мой день рождения. Если честно, я нереально довольна. Я уже купила огромное количество всяких вещей, новогодних штучек, гирлянд, и скоро буду украшать свою комнату. Для меня Новый год это просто волшебный праздник. Следующий часто задаваемый вопрос, который вы мне пишите в последнее время, просто всегда, Карина, ты накачала губы? Ну, во-первых, я не люблю, когда многие пишут наподобие. Накачала, надула, сделала огромными и так далее. Я просто подкорректировала форму губ и в конце концов выделила немного контур. Я помню, какие у меня были губы раньше, и смотря на мои губы в данный момент, я понимаю, что мне так нравится больше. И многие зрители, смотря на истории, где мне только-только подкорректировали форму губ, естественно, был сильнейший отек. И все такие, Карина, боже мой, что это такое, что это такое? Везде разлетелась данная информация по пабликам. Все такие, Карина, накачала, надула, сделала губы. Я думаю, боже мой, каждая девушка, особенно в моем возрасте, мечтает как-то совершенствоваться, выглядеть красивее. И я ни капли не сожалею о том, что мне немножечко сделали губы лучше. И я ни в коем случае никогда не скажу, что я сделала губы, надула губы, накачала губы. Мне очень нравится этот вариант. Я еще даже не пришла к самому идеальному варианту. Я хочу еще чуть-чуть подкорректировать форму. И, пожалуйста, ребят, если вы любите смотреть мои видео, я умоляю вас, не пишите. Сделала, надула, накачала. Это не ботокс. И я считаю, что мои губки выглядят очень даже красиво. И я надеюсь, что я первый и последний раз ответила на ваш вопрос. И больше таких комментариев не будет. Именно поэтому я так и назвала ролик, чтобы многие зрители наконец-то получили ответ на вопрос. Почему я накачала губы? Я подкорректировала форму, ребятки, хватит. И многие начали обсуждать, что, как, тебе не идет. А многие писали, тебе идет. И такие комментарии набирали 10 тысяч, даже больше лайков. У всех, естественно, расходится мнение. И я, ребят, меняюсь. Я расту, я совершенствуюсь. И я, естественно, не останусь такой Кариной Аркелян, какой я была раньше. С белыми волосами. Девочкой, которая снимает всякие развлекательные ролики. Которая рисует, заполняет ежедневники. Естественно, каждый человек, он растет. И я очень рада, что многие зрители растут со мной вместе. Мы вместе меняемся. И большинство моих зрителей следят за мной с самого основания моего канала. Огромное вам спасибо за то, что принимаете мои изменения. Я вас безумно сильно люблю. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос насчет моих губ. Следующий вопрос, на который я хочу ответить. Какой твой самый сильный страх? В последнее время у меня появилась бессонница. И я практически перестала спать. Наверное, это из-за нарушения режима. Или из-за того, что я в последнее время очень часто нервничаю. И вам об этом, кстати, я тоже не рассказывала. Но у меня внутри перед сном появляется прям сильнейшая тревога. Я не знаю, с чем это связано. В последнее время я не могу спать одна. Да-да-да, основательница страшных историй. И боится спать одна. Что вообще происходит, я тоже иногда не понимаю. Сейчас вроде уже все более-менее так устаканилось. Но то, что было недели там 2-3 назад, я реально звала свою сестру. Просила ее лечь со мной. У меня была такая тревога, что я понимала, что я лежу на кровати, да. И я не могу спокойно лежать. То ли повернуться, то ли я хочу с кем-то поболтать. То ли я хочу поесть, то ли я хочу попить. И это для меня реально самая важная тема. И если у зрителей, у каких-то, которые смотрят мои видео сейчас, есть тоже бессонница, напишите мне, пожалуйста, насчет этого в директ. Мне будет очень интересно прочитать. Вроде мне 16 лет, да. А бывает такое, что я не сплю там до 7 утра, до 6. И реально наблюдаю за тем, как за окнами начинает светлеть. И я могу просто всю ночь, все утро просидеть в телефоне. Потому что, ну, вроде хочу спать, а вроде я не могу этого сделать. И это очень странно. И это мой самый сильный страх. Потому что в последние 4 дня я вроде сплю нормально, засыпаю так часов в 12, в час ночи. И если вдруг у меня опять начнется бессонница, я начну очень сильно бояться. Серьезно, это мой страх. Следующий вопрос. Часто были ссоры с родителями? Естественно, они раньше были очень часто. Я очень часто ссорилась с мамой. Я очень часто ссорилась с папой, с сестрой. И я понимаю, что осознавание того, что ссориться не нужно, приходит с возрастом. И сейчас у меня очень-очень-очень-очень сильно наладились отношения с моей мамой. Мы с ней стали как просто самые близкие, лучшие подружки. Я ей доверяю абсолютно все секреты. Скоро мы снимем совместное видео. Это будет мой подарок вам на Новый год. И не только этот подарок, будет еще один, который вам понравится тоже. Но раньше, да, я очень психовала. Я думала, что не ценю родителей. Потому что я была ребенком. И не приходило осознавания того, что родители меня очень сильно любят. То, что они тоже стареют, растут. И единственное, что я вам хочу сказать, ребят, берегите своих родителей. Ни в коем случае не ссорьтесь. И если они вам что-то запрещают или не хотят давать вам то, чего вы хотите, то значит они считают, что так будет лучше. Значит они уже через это прошли. И хотят, чтобы их ребенок не сталкивался с такой херней. С какой сталкивались они? Я очень люблю своих родителей. И в последнее время ссоры вообще для меня не существуют. Точно так же, как и для моих родителей. Я настолько сильно их люблю, ребят. Вы просто не представляете. Следующий вопросик. Стеснялась ли ты изначально публиковать свои видео? Нет, мои дорогие. Я не стеснялась. И с самого начала я выкладывала видео без каких-либо комплексов. Я снимала такую херню, от которой просто в комментариях мои первые зрители начинали писать, типа, ты что, девочка без комплексов? Как у тебя это получается? Я могла тупо в коротких шортах, такого же уровня, как и трусы, танцевать, беситься и орать на камеру. И все мне писали, Карина, капец. Всем было стыдно. И сейчас, естественно, я смотрю эти ролики. Мне тоже стыдно. Вот небольшой фрагментик. Да, это просто пиздец. По-другому никак не сказать, но я никогда не стеснялась, и мне очень нравится по сей день снимать новые видео. Следующий вопрос. Карина, доверять или проверять? Доверять и проверять. Еще один вопросик. Когда ты съедешь от родителей? Я не понимаю, многие зрители ждут, что ли, когда я съеду от родителей? Пока я этого делать не собираюсь, но в планах у меня было, да, естественно, переехать в какую-то квартиру, жить одной. Я хочу переехать с Андреем в совместную квартиру, потому что я уже расту, я меняюсь, у меня меняются желания. И действительно бывает такое, что я задумываюсь о том, чтобы переехать, съехать от родителей. Но не в другой город ни в коем случае. Но понимаю, что вроде, да, я могу жить одна, но вот эти всякие моменты наподобие готовки еды, я еще к этому не готова. Когда приходишь домой, а там все чисто, я тоже к этому не готова. И я не стесняюсь того, что, да, мама во многом мне помогает, да, и я думаю, что скоро я уже начну кардинально задумываться на эту тему, чтобы переехать. И мне просто нужно будет набраться большого количества опыта, потому что жить в отдельной квартире, это тебе не занимать какую-то отдельную комнату в большой квартире, где убираешься ты только в своей комнатке и вытираешь пыль только там, например, да. И, кстати, немножечко отойду от темы. Многие говорят, что Карина, у тебя длинные ногти, значит, ты не умеешь мыть посуду, разбирать посудомойку, ты не помогаешь маме во всяких этих домашних делах. Я говорю, боже мой, камон, ребят, пофиг, что у меня длинные ногти. Я к ним настолько привыкла, что они уже как будто срослись, и как будто это как просто мои родные пальцы. Я делаю все точно так же, как и делала до этого с короткими ногтями. Я спокойно помогаю маме мыть посуду, разбирать посудомойку, складывать посуду в посудомойку, вытирать пыль и так далее. Поэтому в этом ничего такого нет, я так считаю. Но съехать, да, я над этим думала и считаю, что у меня вполне себе может получиться. Ну и предпоследний вопрос на сегодня. Лежала ли ты когда-нибудь в больнице? Было такое, что я очень часто ела всякие витаминки, которые покупаются в аптеках, и они мне очень нравятся. И нравились. И где-то лет 8 я их очень сильно переела, что у меня случились проблемы с желудком. Я съела где-то несколько банок этих витаминок, и мне промывали желудок, и я где-то дня 3 лежала в больнице. Я снимаю видео! Ну и последний вопрос на сегодня. Какая твоя детская мечта? На самом деле мечт у меня было много в детстве. Я хотела стать феей, я хотела стать русалкой, я хотела научиться колдовать, я хотела проникать сквозь стены, я хотела читать мысли. Эти все детские мечты, и реально я по сей день могу об этом мечтать. И мне кажется, что это очень круто, когда человек о чем-то мечтает, во что-то верит, хоть это и невозможно, но все равно это очень круто. Ну и на этом моменте, мои дорогие, я хочу закончить сегодняшнее видео и сказать вам огромное спасибо за его просмотр. Я надеюсь, что вы узнали как можно больше информации обо мне. С вами была Карина, не забывайте про 3 эмоджи, которые я для вас спрятала. Скорее кидайте мне их в директ в инстаграме, и получайте очень крутые призы. Скоро я начну выкладывать огромное количество крутых новогодних роликов, которые вам очень понравятся. И если у вас все-таки есть идеи, какие новогодние видео вы хотите видеть от меня, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Огромное вам спасибо еще раз. С вами была Карина, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»